В свои 62 Сергей бежит на скорость километр, бежит бодро. И не скажешь, что легкой атлетикой мужчина занимается всего несколько лет. За компанию пришел в команду ветеранов, прибежал первым в окружных соревнованиях и теперь выступает на краевом уровне. Форму тренирует и в Благовещенской степи, и в горах. Я увлекся немножко туризмом, пешим туризмом, в основном по горному Алтаю. Буквально четверг спустился с гор. А так еще пока работаю. О проблемах со здоровьем спортсмену и нечего сказать. Летом бегает, зимой ходит на лыжах. Активничать советуют всем. Сильно, может быть, напрягаться не стоит. А то, видите, пробежали, задохнулись. Резко не надо начинать. Постепенно все это. Подтянутая фигура здоровья и долголетия. У этих пенсионеров свой график жизни. И этот день самые активные провели в Барнауле на краевой спартакиаде для людей 60+. Это загляденье, когда красиво возрастной человек в этом участвует. Побороться за звание самого быстрого, сильного и меткого приехали почти 200 участников из 8 районов края. Самым молодым здесь 55, а самому возрастному больше 80. Любимая, зрелищная, многочисленная при участниках по количеству спартакиада. Она у нас 12-я. Алтайский край стал зачинателем этого действия. В 2010 году первый в России Алтайский край провел спартакиаду. Она была не столь многочисленна, но сегодня желающих все больше и больше. И это в самом деле серьезный релакс для старшего поколения. Дартс и пулевая стрельба, плавание и волейбол – резкая игра. Но эти участники относились к противникам с почтением. За победу боролись, но не так фанатично. Может быть, это и есть культурный спорт. Кстати, чтобы попасть сюда, все они прошли отбор. Это заставляет людей тренироваться, заниматься спортом. И поэтому они все сильные, крепкие, здоровые. И теперешние все вот эти вот трудности по здоровью, они переносят с счастью. А победители состязаний представят Алтайский край на 7-й Всероссийской спартакиаде пенсионеров России, которая состоится в конце августа. Мария Мацаева, Алексей Фризин. День с толком.